Вы слышите шум в здали? Понять, наверное, нетрудно. На ринге появился американский боксер. Вот он. Флойд Мэй Уэдер. Мэй Уэдер в переводе майская погода. Его соперник, кстати, вот вы видите, он победил казахского боксера, причем ввиду явного преимущества в первом поединке. А его соперник Лоренцо Арагон Куба победил алжирского боксера и бразильского в предварительных поединках. Итак, первый раунд. Рефери, представитель Германии Стумпель. Два молодых боксера, 22 года Лоренцо Арагону, кубинцу, он в красной форме и 19 лет американцу. Поединки между кубинскими и американскими боксерами всегда проходят безкомпромиссной борьбе. Американские зрители в Атланте, во всяком случае, не очень любезно принимают кубинских боксеров. Они понимают, что кубинцы это главные соперники сборной США. И уже несколько раз на этом турнире скрещивались пути кубинцев и американцев. Кубинец чуть активнее начал, как и с Уэсси на всем кубинским боксерам. Вот посмотрите, как защищается молодой американец. Правда, корпус открыт. Ну, может быть, он знает, что боковые судьи не очень любят удары по корпусу, как бы не замечают их, игнорируют. Поэтому так высоко подняты руки. Замечание кубинцу за удар ниже пояса. Победитель этого боя встретится в полуфинале с Серафимом Тодоровым. И кубинские американские боксеры любят вести поединок в ближнем бою. Поэтому, вот видите, они оба частенько сходятся. Ну, правда, идут в захват. А тем не менее, вот эти три очка кубинец как раз набрал атакуя со средней и дальней дистанции. Вот, наконец-то, попадает Флойд Мэйвэвер. Традиционный клич USA-USA. Да, нелегко вести поединок, когда 75% зрителей болеют за своего соперника. Попал кубинец прямой правой и тут же получил в ответ. Вот видите, как быстро меняет ситуацию. Ну, собственно, это неудивительно в таком вот бою, в высокотемповом, при взаимном обмене большого количества ударов. Ох, как бросается американец на соперника. Ну, что ж, позади раунд. Давайте познакомимся с Лорен Сарагоном. 22 года. Он не столь именитый, как некоторые его товарищи по сборной. Тот пока выигрывает после первого раунда 5-4. На клубе проводится ежегодно очень крупный турнир Кордово-Кордин. И вот в прошлом году на этом турнире Лорен Сарагон стал победителем. Его считают надеждой кубинской команды. Во всяком случае, о нем Алсида Сагара, тренер кубинской сборной, очень высоко отзывается. Кубинской сборной. Ну, следовало ожидать, что бой будет таким упорным. Приблизительно в одной манере боксирует спортсмена. Американец в ближнем бою. Посмотрите, как хорошо сейчас отработал. Два очка заработал. Кубинец длиннорукий. Ему действительно удобнее боксировать на дальней и средней дистанции. Но, тем не менее, он не отказывается идти иногда на встречу сопернику и сходится с ним в ближнем бою. Поскользнулся Слойт Мэйвэвер. Кубинец как-то отошел на второй как будто план. Первым номером стал боксировать американец. Только счет сравнялся. И тут же американский боксер нанес удар. В ближнем бою. Вот видите, ударов много наносит. А счет меняется. Вы видите. 7-6. Напрасно, мне кажется, напрасно Лоренцо Арагон позволяет все чаще и чаще американцу входить в ближний бой. Надо держать его на дистанции. Прямой левый, прямой левый спокойно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Бьет по корпусу И даже несмотря на то, что это ему не приносит успех Но это уже тренеры должны ему подсказать Не просто категорически не замечают боковые судьи эти удары А удары проходят, это хорошо видно 8-7 Последняя секунда второго раунда Впереди американский боксер 9-7 А вот сейчас, по-моему, тут прошел еще один удар 9-7 или 10-7 Довольны зрители, довольны своим боксером Флойд Мэй Уэдер 19-летний боксер из штата Мичиган Он в прошлом году был серебряным призером Да, 10-7 Был серебряным призером чемпионата Дважды побеждал на популярных в Америке турнирах Золотая перчатка И в этом году выиграл так называемый Олимпийский фестиваль Что давало право на поездку На место в сборную, естественно, поездку в Атланту Точный удар Биллского боксера И сам пропускает боковой ровый В предыдущих боях Когда здесь на Олимпиаде встречались кубинские американские боксеры В основном успех сопутствовал кубинцам Ну вот Своеобразный реванш берет 19-летний американец За своего кубинского соперника Выигрывает 10-7, третий раунд Хороший встречный удар Да Кубинский боксер Не сумел Ничего противопоставить Вот этим настырным атакам Американского боксера В ближнем бою Ну, уже оба устали Идут захват Ой-ой-ой Это уже борьба Да Не сумел построить поединок Так, как ему хотелось Кубинец Не сумел сдержать На дистанции американского боксера И вот в итоге уже 5 очков проигрывает Замечание Замечание Посмотрите, какой мощный обмен ударами Кубинец сумел сократить разрыв в счете Уже в 2 очка Время маловато Но все-таки есть Есть Если он сумеет Видите ли, видать-то, почувствовали Вот изменение хода встречи Одно очко Всего одно очко Время есть 25 секунд Надо только разорвать дистанцию Достал ведь прямой левый Кубинец Достал, не засчитали боковые судьи В прыжке прямой левый пробил оборону американца Последние секунды Один удар Всего лишь один удар Надо разойтись Разойтись Сейчас прозвучит гол Одно очко Выигрывает американец Да Всего лишь одно очко Поистине победное очко 19-летнего американского боксера Флойда Мэйвэвера Ну что ж, Майха Прекрасный месяц весенний Пусть ему сопутствует Майская безоблачная погода Ну, если будет В его биографии дождик То пусть это будет Легкий Приятный Свежий майский дождик А не бурный ливень Не тайфун Войт Мэйвэвер Побеждает в одной четвертой финала И в полуфинале Встретится с трехкратным чемпионом мира Серафимом Тодоровым iatов миру В GO ВОН 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 Субтитры создавал DimaTorzok